Всем привет! Привет! Сегодня мы хотим с вами поговорить, за что мы, переехавшие с севера на Кубань, любим, собственно, Краснодарский край. А начнём мы наш диалог с разговора о кубанских дарах. Какие у нас, мамы, сейчас вообще есть фрукты? Вот что ещё на осень, на октябрь у нас осталось? Что у нас продаётся, что в ближайшее время появится на прилавках? В ближайшее время вот у нас, ну вообще у нас уже появилось что? Значит, у нас появилась хурма, очень вкусная хурма. Ой, как мы её здесь любим. Вообще, когда мы сюда ехали, у нас была цель, что мы будем именно кушать фрукты. Мы уже знаем, где можно купить вкусные фрукты, вот именно местные фрукты. Не просто там пришёл в магазин и купил, а именно мы любим ярмарки выходного дня, где мы можем купить самое всё вкусное. Туда именно приезжают фермеры, приезжают, частники приходят, продают это всё, свою продукцию. В общем, за это мы это очень любим. Есть у нас, конечно, и свои фрукты, но у нас ещё не все фрукты есть в наличии. Поэтому вот сейчас вот мы именно за это Кубань и любим, за разнообразие фруктов. И хочу немножко добавить насчёт хурмы. На Кубани не принято покупать по несколько штучек, купил для себя, для родных три штучки. Нет, тут берут фрукты ящиками. И вот у нас папа тоже, когда хурма начинает продаваться, то он берёт сразу несколько ящиков, чтобы как бы угостить всю нашу семью. И на Кубани вообще семьи большие, поэтому ящиками это покупать удобно. Что у нас ещё сейчас начнут скоро продавать? Ну, мандарины, наверное. Ой, это самое-самое-самое вкусное – это мандарины. Вот здесь мы едим такие вкусные мандарины, которые мы никогда не ели. Но тоже мы знаем, где покупать. И не в магазине однозначно это всё. Мы покупаем мандарины здесь очень вкусные. Вот что-что – хурма, мандарины – это вот такие осенние фрукты, которые прям самые любимые наши. Абсолютно согласна. Кстати говоря, мы сейчас находимся в нашем посёлке, и мы решили прогуляться до нашего Таманского залива, до моря. Посмотрим, есть ли там у нас лебеди. Вот вчера, допустим, мы проезжали мимо, и я увидела, что было огромное количество лебедей, да, плавало? Очень много. Да, они очень почему-то вот любят наш Таманский залив, наверное, потому что там сюда тихо, спокойно, вот, и за ними наблюдать одно удовольствие. А что у нас ещё? Скоро у нас начнут продавать хамсу или уже продают? Да, кстати, вот, что ещё? Мы никогда до приезда вообще, ну, хамса мы никогда вообще не покупали и не кушали эту рыбу. Сейчас хамса здесь у нас деликатес. Мы уже видели, что её продают, но не получилось ещё попробовать купить. Но хамса здесь самая вкусная. Это местные просто её обожают. Ну, это одна из, наверное, главных рыб, которые любят местные. Есть азовочка, есть черноморочка или как там её называют. Ну, вот тоже надо знать, какую покупать. А вообще здесь мы так любим рыбу. Мы ездим специально в Темрюк. Там такой большой выбор рыбы на рынке. И вот мы там стараемся покупать разную рыбу. Ой, как мы эту рыбу любим. Да, Кубань, вот у нас наш именно Темрюкский район, он славится своими разнообразием рыбы. И очень много вот этих, так сказать, не лавочек, а как, но магазинчиков маленьких, которые специализируются именно на рыбе. Тут можно попробовать вот то, что вы никогда не пробовали у себя там в своих городах. Потому что реально вот мы как с Урала, да, приехали, и у нас-то в основном речная рыба, а тут в основном морская. И мы вот это всё новое пробуем, пробуем, и для нас это просто, ну, открытие. Да, рыба, вообще здесь продукты какие-то другие вкусные. Не знаю, здесь вот даже мама моя приехала, говорит, ну, почему у вас такое всё вкусное? Тут можно молочить хорошо, мне кажется, слава, да. Вот это ты точно, Ксюша, приметила. Вот мама приехала, говорит, ну, Ирина, что у вас такое молоко вкусное, творог такой вкусный. Ну, всё вкусное, я говорю, ну, не знаю, она говорит, ну, совсем отличается. Ну, понятно, что мы не берём, где попало, мы берём, уже знаем, уже как бы точки, нам тоже уже сказали, у кого что покупать. Кстати, здесь очень вкусно, и ты вот правильно посоветовала, здесь можно просто поправиться. Это так и есть, ну, что всё вкусное. Ну, ещё у нас продолжают сейчас продавать и арбузы, и дыни. Я недавно проезжала рядом с Автанизовской, откуда, собственно, все, большую часть арбузов-то и везут, да. И люди останавливаются, как раз такое местечко было по дороге в Крым, вот. И там ещё достаточно много арбузов лежит, торговля идёт вовсю. Ну, вот. А ещё хотела, вот вспомнила о чём. У нас сейчас уже скоро можно будет шампиньоны собирать. Да, кстати, ты права, да. Вот сейчас скоро будут дожди пойдут, и можно будет идти собирать шампиньоны. Мы в том году, когда бабушка моя приезжала, мы собирали. У меня где-то там кадры остались, как мы ходили по полю, искали. Но для нас это очень так странно, шампиньоны. У нас на Урале о никаких шампиньонах речи не шло. У нас там совсем другие грибы. Я наверняка уверена, что вы, те, кто хочет переехать в Краснодарский край, тоже для вас диковинку шампиньоны собирать. Что это вообще такое, да? Шампиньоны для нас привычка. Вот, в магнит зашёл, планшетка шампиньонов. Шампиньончик. Шампиньоны для нас привычка. 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 бы все и наверное любим вот именно краснодарский край фрукты рыба разнообразие вот это мы дат это очень поэтому вот наверное плюсы вот это и то есть плюсы в чем плюсы но и да тут правда ну очень вкусно она вот какая-то не такая а наверно потому что она выращена на кубанской земле да а кубанская земля очень плодородная кормит всех и кормит она не только свой регион да это уже общеизвестный факт что многие продукты поставляются с кубани в другие российские регионы вот и кубанская продукция конечно очень хорошего качества не говорим за всю но большая часть все-таки да ну что мы подходим я вижу лебеди уже это уже вижу так что мы вам тоже покажем наш любимый детский пляж лягушатник но любимый знаете ли когда мы приезжали только мы здесь купались а потом мы облюбовали ножка другое местечко ого как много кстати ой сейчас посмотрим а еще знаешь что забыла сказать что здесь еще орехи есть вот это знаете о мы так любим тоже орехи миндаль грецкий орех фундук здесь если знать места здесь можно просто так на собирать это все и кушать не покупая но если есть в огороде тоже можно или саду выроживать вот так что я вот недавно допустим снимала видео до прошлась по садовому там товариществу и вот как раз показывала вам как фундук растет как грецкий орех вот это срывалось дерево таки треснувшиеся уже упаковочки так скажем вот грецкого ореха для меня это было как бы ну диковинку у нас есть конечно на участке дерево до грецкого ореха но она уже старая поэтому там плодов никаких уже нету фундук у нас растет фундук у нас вообще прекрасный он нас радует уже сколько лет посадили свой миндаль и вот пока же конечно вырастет миндаль из поселке вот мы видели вообще так много пожалуйста бери собирай ну что пойдем посмотрим посмотрим посмотрите какая красота на фотографии на леру на осень на зиму убирают у нас здесь мостик нет потому что не близко не дали слышно не близко с ним но на фотоаппарат можно потом чего там еще утки сколько там много и вдаль а вот я там уже не вижу вот виду же что-то лебеди прям такие вот а я не вижу там кучка они кучками это видишь как это отсюда что ли даже корабли или мне кажется нет это не корабли еще мы хотим сказать вам большое спасибо за ваши добрые комментарии спасибо всем за хорошие слова нам очень приятно их читать ксения отвечает по возможности когда может вам ответить пишите все что вам интересно вообще будем дальше продолжать если вам что-то хочется услышать или посмотреть мы постараемся рассказать вам свой опыт переезда в краснодарский край пишите именно то что вас волнует что вы хотите узнать мы постараемся снять видео чтобы вы узнали чуть больше о краснодарском крае именно с точки зрения переехавшись сюда с севера вот а на этом все если вам понравилось это видео то ставьте лайк подписывайтесь на канал и пишите ваши добрые комментарии всем спасибо всем пока пока